Если вы вдруг забыли сделать вентиляционное отверстие в фундаменте, можно это сделать таким способом. Долго и дёшево это штробить при помощи перфоратора. Вот у нас перфоратор Makita. Вот этот квадрат мы выдолбили за 2 часа. Очень долго. Хочу с помощью перфоратора сделать отверстие. Для вентиляции подпольного пространства. Здесь мы уже подготовили всё. Здесь подчистили. Ну и сейчас добью здесь, а потом буду пробивать отверстие под этим брусом. Я закончил штробить фундамент. Теперь нужно просверлить и выбить отверстие под лагой. Сейчас на перфоратор наденем вот такой бур и попробую пробурить несколько горизонтальных отверстий. Вот я за час насверлил несколько отверстий. Наверное, штук 15 насквозь. И сейчас на перфоратор я надену лопаточку вот такую. Вот такую. И буду выбивать промежутки между этими отверстиями. Всё, так, поштробил по периметру. Осталось с кувалдой пару раз стукнуть и камень этот выскочит, бетонный. Вот так. Вот полностью я пробил дырку. Теперь сюда пойдёт воздух под пол. Значит, на долбление этого отверстия ушло целый рабочий день. Это дёшево и долго. А чтобы было быстро, но дорого, можно зайти на сайт объявления Авито, набрать там слово, словосочетание «алмазное бурение». Вам выскочит много ссылок на людей, которые сделают Вам отверстие в бетоне за деньги. Быстро и качественно. Но будет стоить примерно один сантиметр от 30 до 40 рублей, в зависимости от диаметра отверстия. Вот такое отверстие вышло бы примерно, если бы я заказал на Авито, вышло бы в районе 2000. Но... Если одно отверстие, можно пробить самому за сутки. Но если их несколько таких отверстий, 5-6, нужно сделать во всем доме. Поэтому, мне кажется, лучше заказать эту услугу. Сделают они за один день, заплатите, но зато сделают быстро и качественно. Так можете перфоратор угробить просто и всё. А с другой стороны, конечно, нужно качественнее делать проект дома, чтобы вот таких вот ляпов не допускать. Как так взяли и забыли установить вот эти вот запланировать вентиляционные отверстия в средней ленте фундамента, которая находится внутри дома. Здесь вот есть отверстие. Вот видите? Вот оно, сквозное отверстие. Оно есть. Вот тут есть. То есть, по внешнему периметру фундамента это отверстие заложили. А внутри нет. А здесь, как бы, получается, должен быть сквозной поток воздуха. Вот отсюда оно должно, ветер должен дуть вот сюда и дальше проветривать всё помещение. Иначе толку от этого не будет. Будет скапливаться сырость под полами. Если полы деревянные, то это приведёт к их быстрому каниению. Ну и скапливаться будет там сырость, вредный газ. Радон. Он тоже малополезного несёт в себе. На этом устройство вентиляционного отверстия в фундаменте закончено. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова